Всем привет! Мы продолжаем играть в руку Фрэнбол. Это третья глава, это уже седьмая часть нашего прохождения. И мы начинаем проходить. Глава 3. Регистативное состояние. Ох, что произошло? Где я? Фрэнбол, ты где? Так, это дерево было подозрительное, но это логично. Ох, что за уродливое дерево? Я расстрапаю тебя. Котик? Котик, перестань. О чем ты говоришь? Фрэнб, моя дорогая, это ты? Не может быть! Что такое он, дорогой? Конечно, это я. Кто же еще? Фрэнб, ты дерево. Не глупи, помоги мне встать. По-моему, Фрэнбол сама глупит. Секунду. Где мои руки? Почему я не могу повшевелиться? Фрэнб, потому что ты дерево, это логично. Я говорю тебе, дорогая, ты превратилась в дерево? Что? Ну как? Ох, мой дорогой, это конец. Это все большой монстр. Я знаю, он не даст нам вернуться домой. Надеюсь, он вернется. Он очень страшный. Он всегда возвращается. Кажется, я его еще помню с той ночи, когда мама и папа погибли. Котик, я не хочу говорить об этом. Хочу вернуться домой. Но ты дерево, мой друг. Дерево. Я не смогу донести тебя до дома. Кроме того, я не уверен, где мы находимся. Я умру, Котик, скажи мне. Прошу, не говори так. Фрэнб, не оставляй меня. Я чувствую себя такой слабой. Что? Летающая лодка. Мистер Морковки. Что? Хомка. Инга, ини, мими, хама. Коля, коли, инга, рана, рама. Марсминт, хауни, ни. Инга, нига, джокер. Ваня, не ваня, не ваня. Эй, что вы бьёте её? Ай, осторожнее, сэр. Почему вы не нападаете? Вы не можете сказать, где я, сэр. Хаука, коли кинь, хауни. Прекратите, я вас расцарапаю. Хаука, рана, инги, ни. Что они говорят, Ох, Котик, почему там это всё происходит? Ха. Прекрати нападать, у меня нет других намерений. Хаука, инга, ни, вентин. Котик, помоги мне, найди мою сумочку. Может, я смогу что-то сделать. Посмотрим, что я смогу сделать, Фрэн. В принципе, это легко сейчас. Тут находимся. Это было легко. Нет, это не легко. Я видел похожие механизмы, они вращаются. Как я понимаю, здесь нажимная плита, и кто-то надо механизм как-то закрыть. Да, нам надо просто прожимать все предметы. Ох, возьму эту камень, он блестящий. Думаю, у тебя его надо будет вставить. Да, это было в принципе логично. Я достал сумочку только потому, что её лучше. Так, а ты сможешь прочитать эту книгу? Таинственная книга, я не могу прочитать её. Ну, тогда есть два варианта, сжечь и... Ну, не знаю, давайте ножичком. Уходящий овощ. Я не могу это сделать? Тогда сжечь. Я не могу это делать. Поехали, давайте я книгу. Фломастер. Я... Это не сработает. Тогда с этим. Тогда эту фотку. Дерево сейчас прошло сквозь одежду. Куда вы мне забираете, сэр, овощи? Они хотят помочь тебе, фраин. Я чувствую. Улка, Рена, ёпа. Не бойся, мой друг. Котик, остань мне. Пожалуйста, не составляй меня. Я буду рядом. Гопа, гопа. Вообще, там какие-то овощи. Непонятные. Это король? У них что, тут царства какие-то? О, видимо, они здесь добывают электричество. Через эти вентиляторы. Ну и трики. Приветствую существо. Нет. Приветствую существо. Меня зовут Жьяр. Ты говоришь по-человечий? Боже мой. Да, говорю. Наконец-то. Мой хороший друг. Райд рассказал, что ты показал ему рисунок. С четырьмя людьми и котом. Предполагая, ты одна из них. Маленькая девочка. Прошу простить моего друга, если он напугал тебя. Мы никогда не видели человека, похожего на дерево. Да, позвольте мне объяснить. Хо-хоу. Нет, нужны, говорит дитя. Вот все мне покажет. Им ты наукэнт. И кто? Экто, экто, бро, экто, прухто. Эй, это часть моего тела? Этого дерева? Это было громко. Хм, посмотрим. Ты хорошая, без сомнений, искатель правды. Частое явление в семейном дереве. Боу. Ага, тебя зовут Фрэн. Девочка-сестра с южик жизни. Я вижу большую любовь к существу. Поистоящему рядом с тобой. Кот-защитник врат. Интересно. Смотрите, знаете, когда здесь было, типа, здесь посередине, знаете, типа, как выбрать ответы. Там был, получается, был рисунок Фрэна, теперь здесь дерево. Вы можете видеть все это плоди? Тише. Он такой остроен. Я вижу что-то еще. Плод ничего не скрывает. Вижу мир, который никто не должен видеть, кроме одного. Горова идет кругом. Не понимаю, о чем ты не должна быть здесь, Фрэн. Вы видели плод и шов сквозь его руку? Это все, что я могу тебе сказать, моя дитя. Я понимаю, вы можете мне помочь? Мы не можем отпустить тебя. Это слишком опасно. Ты не должна быть у нас... Нет, ты не должна была узнать о нашем существовании. Должен быть способ. Должен быть способ. Скажите мне, я умерла? Умерла? Что это значит? Это когда ты больше не существуешь. Быть деревом у меня нормально. Должно быть, я умерла. Смерть. Ничто иное, как отпустить любовь. Нет, это не отсутствие любви. Ты можешь любить, но... А ты мог не существовать. Если бы ты не любишь, ты умрешь. Даже если ты продолжишь ходить. Нет, ты можешь любить, но уже перестать ходить. Если я умерла, вы должны помочь мне вернуться домой. Кот, кот, подойди ближе. Дай я посмотреть на тебя. Как тебя зовут? Меня зовут мистер Полноч. Красивое имя. Как думаешь, Фрэн должна вернуться домой? Думаю, да, сэр. Верните нас домой. Умоляю вас. У меня есть вопрос. Вы король? Ха-ха-ха. Вы забавный. Да, я король. Король и Веста. Какая честь ваше высочество. Мне нравятся ваши листья. Они красивые. О, комплименты. Король, сэр, пожалуйста, вы поможете? Почему ты хочешь вернуться домой? Плод повядал мне твою историю. Вам почти не к чему возвращаться. Есть много претенция. Но самое главное, это моя тетя, тетя. Она защитит меня. Я хочу, чтобы во мне никто, кто-то заботился. Я сбита с толку. Хочу куда-то, где буду чувствовать себя, как дома. Сэр, понимаю. Ты очень храбрая. Я просто хочу домой. Прошу, помогите мне. Есть вещи, которые я не могу сделать. Но я могу тебе. Поможешь. Я проведу тебя к двери, что отнесет вас домой. Твоя задача пройти сквозь нее. Правда? Большое спасибо. А где эта дверь, сэр? Поговорим об этом тоже. Сперва ты должна научиться говорить и ходить. Боюсь, я не смогу вернуть тебе человеческое тело. Только великий волшебник может. Но мы поговорим о нем после процедуры. Сначала ты должна понять наш язык. Ну как? Я не знаю. Я смогу вам немножко... Язык. Съешь этот фрукт. Фу. Это мерсость. Твои уши и язык будут понимать. Но не глаза. Ты не сможешь читать. Не беспокойтесь. Я всегда смогу спросить. Извините. Понимаешь? Понимаете, что я говорю, человеческая леди? Да, понимаю. Вы такой добрый. Это удивительно. Ты... Ты понял, котик? Нет. Я... Я не понял. Требую один фрукт для себя. Кот-та, ваше высочество. Тебе не нужен фрукт, мистер Полович. Наш остров наполнен ароматом и звуком. Скоро ты взглянешь на все, как на свой мир. Никаких сомнений. Ты справишься, котик? Исэр, вы знаете, почему я стала деревом? Да, но не думать, что я должен отвечать на это. Теперь перейдем к процедуре. Ты боишься высоты? Ну, зависит от высоты. А что? Отведите ее наверх. Немедленно. Ё-моё, фу, ты жук какой-то странный. Неправильный какой-то он. Куда вы меня не счете? Что вы собираетесь делать со мной? Достань. Достать тебе пару рук и ног. Ног. Все будет хорошо. Я буду ждать тебя, Фрэн. Я люблю тебя. Фу, она вырвала корнями меня. А кто это был? Спертел. О! Слушай, это больше похоже на какого-то Сомика. Добрый день. Меня зовут... Добрый день. Меня зовут Палантрас. А, это Палантрас. И я твой доктор. У тебя экстрем... Экстремный случай. Ого! Удивительная какая большая и пушистая штука. Прошу прощения. Ой, простите. Просто я никогда не видел подобного... Подобного вам. Я всегда пытаюсь понять, что это реально. Меня зовут Фрэн. Я человеческая девочка. Король присылал меня за руками и ногами, чтобы я смогла отправить тебя домой. Человек. Думал, мы сможем достать тебе пару ног и рук. Нам придется лететь дальше, чтобы исправить это. Ты готова очутиться в лапах чудовища? Какого чудовища? Какого чудовища? Меня. У него чудовище. Полететь. Понимаю. Хотя, да, у него руки страшные. Ну, относительно страшные. О, у него есть свой остров. И даже... Он, походу, занимается гипсом. Ну, типа, колонны. Вот мы и здесь. Ух ты! Это место такое красивое и спокойное. Хотел бы я остаться здесь. Спасибо. Это мой дух. Здесь я был рожден. Дух великого волаку создал его. Здесь самая чистая вода во всей Вселенной. Ничего себе. Звучит здорово. Итак, когда я получу свои руки и ноги? Ох, Вера, мы ждем, когда вода очистится, проклятие. Проклятие. Очистит проклятие. Тем временем мы можем поговорить. Хорошо. Так, это все такое волокон? Ты не слышал? О, пяти реальностях? О, король. Он, король. О, первые реальности. Давный дал. Давным-давно он выливал с тимой и пал. Он пал так сильно. Его сердце было разбито. Он был один. Он прибыл в Иверсту. И его кровь окрасила воду в розовый цвет. Вот почему она такая чистая. Это длинная история. О, густо, что-то краниозно. То есть я не знала о других реальностях. Что, мы то есть вкупаемся в его крови? Походу, это Палантерсон Вампир. Но как ты здесь оказалась? Что проливало тебя все в Иверсту? Мой котик, мистер Палнич, я возвращалась домой. Я была так рада. Я говорю, что он снова обнять его. Но потом мы упали. Это сделал большой монстр, который на нас предстал, преддавал. Он сломал мост. Он хотел моей... Он хотел... Он хотел моей смерти. Кто хотел твоей смерти? Ну, что-то ужасно. Я... Я предпочитаю не говорите об этом. Ну, сэр, доктор, вы знаете, почему я стала деревом? Да. Иногда наши желания такие... Так сильные, что сбываются. Фрэн, походу, ты хотела стать деревом, и это... Это не очень, потому что деревья дают воздух, и... И все. А взамен получают ничего. Взамен они получают газы для воздуха, но ничего. Потом их срубают и сжигают. Ты сделала эту часть, чтобы остаться в живых. Тво человеческое тело было уничтожено. Обидно. Но ты хотела остаться с собой, хотела сохранить себя жизнью. Поэтому ты заняла пустую оболочку, чтобы сохранить своим... Своим воспоминаниям. Я впервые вижу, чтобы этот человек использовал дерево. В качестве кокона. Но тебе опасно не сохранить. Это делает нашу землю уязвимой. Я сама... Нет, я сама это делала. Я сама это делала? Ого! Но по-моему-то, сэр. Как ты не поняла, что сделать что-то? Ты не поняла? Что? Сделай ясно. Что ж. Прибыв к невесту, ты открыла дверь. Это наша реальность. И пока эта дверь открыта, между... Меж... Нежданные существа могут попасться. Если это произойдет, баланс будет отравлен. Есть только один, кто хотел отправить в вторую реальность. Монстр. Жуткая чернота. О, он такой стал... Такой грустный. Наверное, секундочку. Я не могу смотреть, как это происходит за нас. Просто не могу. Не грустите, доктор. Я сожалею о том, что-то сделала. Я не хотела. Ах, маленькая девочка. Ты такая милая. Тебе нечем посоветовать. Ты особенная. Но давай встречи на твоих руках и ногах. Да, доктор. Воин солнца. Дух воды. Дай в кран ей руки и ноги. Что это? Кракен местный? Как ты себя чувствуешь? Известно. Я чувствую себя прекрасно. Деньги. Очень вкусно. У меня есть листья. Рад что-то тебе не нравится. Говорю, что мы это исправим. Это волшебная вода. Она может починить все, что угодно. Что угодно? Думаете, она сможет починить моих папочку и мамочку? О чем ты? Поним, починяю. Мне надо починить. Все с ними не так. Ничего, доктор. Большое спасибо за помощь. Вы лучший доктор, что меня было. Выпустите из... И красиво. У меня будет другой доктор по имени Дера. Он будет просто издевать стариком. Стариком? Думаю, это не так. Может, он просто следовал правилам. А теперь пойдем. Я отнесу тебя на станцию. Он, по-моему, такой милый. Он больше всего похож на какого-то, типа... Сомик. Вот мы... Вот мы... Вот мы... Покажи королю Жярлу, каким гражданином вести ты стала. Капец, у них легко получить гражданство. Еще раз. Еще раз спасибо, доктор. Вы должны познакомиться с моим котиком. Это было... Это было прекрасно. Скоро увидимся. До свидания. У-у-у. Так смешно делать. Пушится ты котик. Ах, тебе нравится? Ха-ха. Капец. Вот и я. Фрэн, дорогая, у тебя листья на голове? Ты красивая. Позвольте взглянуть для тебя, каким гражданином и вести ты стал. Спасибо, сэр, доктор. Потрясающе. Он творил ушибство с помощью воды. Но он грустил. Он рассказал мне о многих вещах, вещей, которые... Но я не совсем поняла. Не волнуйся. Полонтус будет в порядке. Я знаю причины. Нам нужно уладить кое-что. Кое-какие проблемы. Но тебе не о чем беспокоиться. Давай лучше поговорим о том, как тебя волнует домой. Хорошо? Да, пожалуйста. Вы говорите что-то о великом волшебнике. Да, только великий волшебник сможет вам на тебе совесть скатила. И у него есть камень, чтобы открыть дверь, которая приведет тебя домой. Где волшебник? Какие камни? Эта земля полная непонятных вещей. Ха-ха. Ты еще не вышла из замка, а уже хочешь все знать. Вот старость. Страсть, о которой я говорил. Имей темпение, Фрэн. Великий волшебник живет внутри великого горы, в которой мы его не видели уже некоторое время. Найди его, и все будет хорошо. Почему вы сами не пытаетесь найти великого волшебника? Не было необходимости. Все логично, понимаешь? Для нас не нужно колдовать или варить зелье. Мы можем это делать сами. Более важная задача волшебника защищать камни, открывающие дверь. Понятно. Входят камни, это ключ. Ключи. И где я? Это игра, вы сказали. Тебе придется попасть по сервизам указания. Мне пора идти, но я вернусь, чтобы получить тебя открыть дверь. Хороший будет тебя и дня, и вести, и удачи в поисках великого волшебника. О, Полотерс, привет. Ты видел, Фрэнш? Большое существо, котик. Это Полотерс. Он почтил меня. Да. Он очень пушистый. Чуть не забы, вот твоя супочка. Спасибо. Спасибо, котик. Ты видел мои таблетки? Нет. Может быть, они на другой стороне озера, прямо с своим одеждой. Что ж, в любом случае, у нас есть другие дела. Нам нужно найти волшебника. Да, король также говорил, что-то о горе. Да, гора Катрем. Великий волшебник живет там. Пойдем. Интересно, что там в правильном проходе? Нет. Вы не можете проехать. Ой, что, закрыта. Ух, не закрыта? Я не знаю. Четвертым в этом проходе. Проходом. В библиотеку. Конечно же. Но она закрыта. Возвращай. Возвращайся зимой и осенью. Тогда она будет открыта. Эй, ты. Говорящее дерево. Что это? Я отвел к Полотерсу? Да, это я. Полотерс дал мне руки и ноги. Да, игол. Это очень хорошо. Да. Ну, почему у меня тега закрыта? Все логично. Когда Солнце вращается вокруг второй Луны, мы открыты. Только тогда можно получить истинные знания. А это случается только зимой и осенью. Ох, получается, вы ничего не изучаете в лесное и лето? Конечно, изучаем. Мы учимся постоянно. Сейчас я узнал, что тренер убежит задавать много вопросов. Мне любопытно. Вот и все. Здесь в своем месте все надеется по-другому. Видимо, ты не из этих мест. Что ж, надеюсь, скоро тебя увидят. Да, спасибо, сэр. Пока. Лестница в никуда. Йо. Здравствуйте, сэр. Вы охранник? Да. Да. Понятно. Вы знаете, где находится гора Катрам? Да. Вы можете сказать, где это? Да. Капитан, тогда смешная. Скажите, прошу. Гора, которая находится в зиме времени. В зиме времени? О чем вы? Конечно, в зиме времени. А ты что? Я не могу ждать до зимы. Ох, ее не надо ждать. Сюда можно отправиться. Отправиться? Ну как? Ох, извини, я не умею объяснять. Иди вниз по лестнице и прямо. Найди чувствующего. Он объяснит. Кажется, он пытался мне объяснить. Хорошо. Спасибо, сэр. Ладно, я надумал, что уже на этом можно закончить. Буду в 25 минут снимаем. Спасибо за просмотр. Оставляйте лайки. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока-пока. Удачи.